В эфире телеканал РБК Андрей Левченко. Здравствуйте. С 1 июля 2015 года в Москве для владельцев жилья в многоквартирных домах вводится обязательный платеж на капремонт дома. Ежемесячно эта величина составит 15 рублей с квадратного метра. До 1 июня собственникам жилья надо определиться, куда они будут перечислять деньги. Специальный фонд, где аккумулируются средства и других домов или на индивидуальный счет дома. Сказать, что москвичи взволнованы, это ничего не сказать. Москва бурлит. Ежедневно проходят собрания собственников жилья. Возникает масса вопросов. А почему так дорого? Кто будет управлять миллиардами для капремонта дома? Кто гарантирует сохранность собранных средств? Кто будет выполнять ремонт и за какие деньги? Попытаемся разобраться в этой сложной ситуации. А может быть не сложной, сейчас эксперты скажут. В студии Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства, Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Андрей Широков, председатель комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ. И в нашей удаленной студии, в отеле Арарат Парк Хаят, находится Сергей Малафейкин, управляющий группой компаний Евросервис. Всех приветствую и в студии, в удаленной студии. Всем добрый-добрый день. Да, ну, все так тревожно. Вопросы закономерные, Андрей, вот с вас начну. Ну, скажем так, тревожно это и тревожно, но многие экспорты, в том числе и я, и торгово-промышленная палата, еще два года назад, когда рассматривались наметки нового законодательства, изменившие правила капитального ремонта общего имущества многоквартирного, кричали, нельзя это делать. Мы здесь обсуждали в 12-м году. Это был самый скандальный законопроект 12-го года. Да, да, это было все. И тут мы подошли. Посмотрите, разгон по России, платежи за капитальный ремонт от 2 рублей в Санкт-Петербург, Москва до 15 рублей. Сейчас будем обсуждать, как такое может быть? 2 рубля и 15 рублей. Причем Питер находит объяснение, он говорит, мы большие деньги даем из бюджета, поэтому мы меньше населения собираем. 7 раз меньше. Почему москвичи должны платить 7 раз больше, чем собственные жилья? Ну, вообще первоначальная цифра, с которой выходила общественность на правительство города Москвы, была 17 рублей. Но мэр города Москвы Собянин сказал, ну, давайте все-таки сделаем 15. Ну, вообще я хочу сказать, что та цифра, которая собирается с населения, это не размер тех денег, которые реально нужны на ремонт конкретного квадратного метра. Безусловно, капремонт в регионах сейчас проводится за счет софинансирования из трех источников. Со стороны взносов граждан, со стороны регионального бюджета и местного бюджета. Соотношение какое? По-моему, 30-70, да? Очень по-разному. Действительно, мы вот знаем, что, например, ну, Питер все прекрасно знают, а есть, например, Хабаровский край, где есть дома, которые, в которых собираются по рублю с квадратного метра, но это очень тяжелые старые дома, и там правительство доплачивает, ну, порядка 19 рублей. Есть Якутия, где квадратный метр реально стоит отремонтировать, 26 квадратных рублей из граждан, собирают 6. Все зависит от возможности региональных бюджетов, и вот это сейчас главная проблема, потому что многие, в отличие от Москвы, да, Москва приняла такой платеж, когда... Да, у вас есть объяснение, почему? Москва должна платить за квадратный... Москвичи должны платить за квадратный метр 15 рублей, Санкт-Петербург 2 рубля. Сейчас я просто скажу, вот смотрите, на самом деле платеж москвича – это те деньги, за которые действительно можно сделать капремонт. Во всех остальных регионах на основании политических соображений сделали платеж меньше, но сейчас к чему приходят регионы? В регионах, в региональных бюджетах нет денег на софинансирование зачастую, и поэтому программа часто оказывается под угрозой. Вот вопрос риторический, что честнее – сразу сказать, сколько это стоит, или пообещать людям, что с них будут брать меньше, но потом не выполнить свои обещания. Театр абсурдный, ну подождите, запускают проект, два года обсуждают, а в результате денег не хватает, и тех, которые собирают, и у местных бюджетов. А зачем было все это начинать? Ну видите, никто не ожидал, что у нас региональные бюджеты вот к этому времени окажутся в таком тяжелом положении. У нас половина субъектов сейчас закредитованы до такой степени, что их можно объявлять банкротами. Два триллиона сегодня закредитованы субъекты Российской Федерации. Хорошо. И плюс я еще хочу сказать такую вещь, что раньше капремонт софинансировался частично с федерального уровня, из фонда капремонта. Сейчас это финансирование тоже снято, и это очень вот такой серьезный негативный фактор. Ну то есть, давай, Света, идея-то какая была? Но Москва никогда не жила с федеральным фондом. Москва никогда не жила. Она всегда была самостоятельна. Она из бюджета, еще начиная с Юрия Михайловича Лужкова, вкладывала 40-50 миллиардов рублей в год. Был департамент капитального ремонта, который нанимал, финансировал за счет бюджета соответствующие работы, и шли ремонты общего имущества на квартирных домах. И, видимо, вот посчитав эту сумму, которую раньше давал бюджет, и вышли на 15 рублей с квадратного метра. А давайте спросим у практика. Сергей Малафекин, управляющий группой компании Евросервис, находится в нашей удаленной студии в отеле Арарат Парк Хаят. Сергей прекрасно знает сферу ЖКХ, управляет, ремонтирует. Причем ремонтирует в несколько раз дешевле, чем пытается со многих жильцов взять деньги. Что вы хотите? Ну, в данном случае он работает не со сферой ЖКХ, а он работает с жилищными. Он занимается жильем, а не коммуналом. Хорошо. Итак, Сергей, вот что вы думаете по поводу этой истории? Почему на Москву 15 рублей? Хватит ли это для того, чтобы сделать качественный ремонт, капитальный ремонт? И вот интересна эта вам тема с точки зрения бизнеса? Андрей, ну вы же знаете мое отношение вообще к этому, в кавычках, загнивающему бизнесу ЖКХ, где практически все управляющие компании плачут, что они зарабатывают 3-4 максимум процента. Я вам хочу сказать, что даже в отдаленных городах России при тарифе 11-12 рублей за квадратный метр 30-40% маржинальности, можно сказать, в этом бизнесе есть. 30-40? И что же говорить о ближайших подмосковных городах, где 20-40 рублей тариф на квадратный метр? С точки зрения вообще где хранить эти деньги, которые сейчас будут собирать за капитальный ремонт? Сейчас, секундочку, Сергей, вот да, давайте ответим на конкретный вопрос. С этим вопросом ко мне подошло несколько коллег моих, и все задали один и тот же вопрос. Вот так вот, сегодня проходит собрание во многих московских домах, где решается вопрос, вот это деньги, которые надо будет платить за капитальный ремонт, 15 рублей с квадратного метра. Два варианта, лицевой счет дома, чтобы всем было понятно, и фонд, который фонд капитального ремонта многоквартирных домов, общак так называемый. Что вы предлагаете? Вот можете четко сформулировать? Знаете, у меня есть свое собственное мнение, которое заключается в следующем. Первое, я действительно бы хранил деньги, как говорится, в государственной кассе, в государственном фонде, если бы этот фонд лично бы гарантирован был главой государства, да, его сохранность. И второй вариант, наверное, который самый правильный, это хранить на лицевом счете собственного дома, можно доверять деньги конкретной семье, либо конкретному человеку, который живет и управляет этим счетом в твоем же доме, где, когда его можно в любой момент найти, к нему зайти и узнать, куда потрачены деньги, если они потрачены. Сергей, тут вам вопрос от Андрея Широкова, да? И Светлана поднимает руку. Я просто хочу сказать, что деньги фонд хранить не должен. Он должен получать деньги, сегодня получил, завтра истратил на конкретный ремонт. Как, ремонт через 40 лет? Не через 40 лет. Это касса взаимопомощи фонд. Вы постоянно ремонтируете другие дома. Посмотрите, даже сегодня Кискинов, исполнительный руководитель этого фонда, он исполнительный директор этого фонда, он говорит, что мы четко разработали уже программу, и первые деньги первых 10 лет, которые будут собираться, они уйдут на восстановление, на ремонт общего имущества многоквартирных домов, построенных до 50-го года. Отлично. До 50-го. Секундочку. Ко мне подходит, опять же, секунду, коллега моя и говорит, у меня новый дом. Все, у нее есть мотивация жить, жить и жить, чтобы увидеть, когда ее дом отремонтируют. Через 40 лет. Нет, на самом деле, конечно, есть общая рекомендация. Если у людей есть новый дом, если там реально действующее ТСЖ с активными собственниками, лучше идти на спецсчет. Но люди должны понимать, что это значительное количество проблем им прибавит. С одной стороны, они могут самостоятельно решать, в какой момент что отремонтировать. Они могут контролировать свои деньги. Но при этом они должны сами выставлять счета, сами работать с неплательщиками, сами нанимать подрядчиков. Да никто это сделать не будет. Тут людей не соберешь, чтобы там элементарное решение принять. А вы говорите, давайте управлять. Нет, есть такие дома, на самом деле. Вот я тоже вчера в пятницу была в Краснодаре. Действительно, прекрасная ТСЖ, 100% собираемости. Хотя, на самом деле, на спецсчетах, как правило, собираемость ниже. Но если действительно дом старый, если люди не хотят собираться, безусловно, это общий котел. И к вопросу о том, кто будет гарантировать, на самом деле, в соответствии с законом, региональный бюджет несет ответственность за реализацию программы. Если вдруг денег не хватает, если деньги, извините, меня украли, хотя это сейчас очень сложно, по всем этим счетам отвечает региональный бюджет. В любом случае, люди без своих денег, которые они сдавали, и без капремонта, так сказать, уназначенные сроки, не должны остаться по закону. Просто мы должны понимать, что... Да, секундочку, Сергей, да, пожалуйста. Светлана, давайте мы будем обучать тогда наших жителей и обучать экономить, вообще влезать в свои расходы, смотреть, на что тратят управляющие компании деньги. И тогда мы все научимся экономить. И тогда нам денег хватит даже тех, которые мы платим за управление. И те деньги, которые мы собираем на капитальный ремонт, их можно с удовольствием потратить, соответственно, на полисадники и на все прочее. Вот давайте, коллеги, чтобы у нас не путались зрители, скажем о том, что сейчас господин Малафейкин говорит, конечно, в первую очередь о расходах на текущий ремонт. Это те деньги, которыми управляет управляющая организация. По закону, конечно, владельцам спецсчета может быть как ТСЖ, так и управляющая компания. Но для этого собственники должны принять решение. Соответственно, если такое решение не принято, управляющая компания к этим деньгам не имеет никакого отношения. Слушайте, люди рассуждают не так. Вот смотрите, они говорят, если это будет индивидуальный счет, значит, смотрите, государство подталкивает людей, чтобы деньги приводились в этот фонд. И министр сегодня не подталкивает. Он в Госдуме сказал, что ему индивидуальные счета больше нравятся. И Москва, кстати, тоже ориентирована. Мне тоже нравится, только мне никто не гарантирует, что эти деньги не исчезнут. А если исчезнут, где гарантия, где страховка? Все говорят о том, что вот эта система разрабатывается, система страхования. То есть подталкивают к тому, чтобы не лицевой счет, а деньги шли в этот фонд. Если они идут в этот фонд, то опять же люди подходят и говорят, у меня новый дом. Почему этот какой-то общак, какие-то деньги? Через 40 лет до нас дойдет очередь, нам это не нравится. И получается 90% переводят деньги куда? В фонд. Ну а что это такое? Не, ну на сегодняшний день надо понимать, что спецлицевой счет дома, это все-таки возможность не ждать, когда у вас накопится сумма и наступит время капитального ремонта вашего дома, и вам денег хватит. Вы можете в процессе уже ремонтировать те или иные элементы своего дома, принимая это решение или направление ТСЖ, или на собрание. Не информационная система, чтобы я видел четко, на что расходуются эти средства. Обещали, что ее запустят с 1 мая. Когда у вас есть хорошее ТСЖ, когда вы понимаете, что все-таки вы собственник своего дома, а не кто-то там собственник вашего дома, вы четко все контролируете и никаких проблем нет. Что касается, можно я скажу, что касается региональных операторов, на самом деле наш ЖКХ контроль проводил как раз рейтинг информационной открытости региональных операторов, и на самом деле больше чем половины страны уже эта система работает. То есть на сайтах четко видно, сколько денег по твоему счету накоплено, на какие средства, на какие работы они будут потрачены. Более того, значит, приняты региональные законы практически везде, кроме там трех или четырех субъектов, где собственник участвует в приемке, работ по дому. Кое-где им даже дают возможность участвовать в обсуждении СМЕД. Но я считаю, что просто это должно как можно... Ну, хорошо, вы в многоквартирном доме живете? Да. И что вы выбрали? Ваш дом что выбрал? У нас старый дом, 58-го года, малоэтажный, малоквартирный, мы уж уходим в общий котел, хотя, конечно, вообще... Ну, секунду, общий котел, да, детали не нужны, Андрей. Спецсчет, дом принял такое решение. Сергей, вот Сергея еще Малафейкина спрошу, Сергей, а вы... Да, спецсчет, конечно же, спецсчет, где я имею доступ смотреть, куда потратить деньги. Правильно. Понятно, Сергей. Можно отслеживать и вовремя включать уже в работу, а не ждать, когда они с нашей инфляцией будут обнуляться. Сергей, смотрите, вот еще информация, буквально с сегодняшнего дня, уже 300 организаций хотят стать подрядчиками капремонтов домов в Москве, и правительство вроде бы там начинает процесс организации этих конкурсов. Как вы считаете, удастся ли организовать честно, прозрачно, чтобы было интересно тем управляющим компаниям, которые могут качественно, быстро и за разумные деньги делать капремонт? Что надо делать? Ну, что касается тендеров с фондами, тут ничего комментировать не буду. Что касается участвовать тендеров с ТСЖ и прямо идти бизнес к бизнесу и договариваться с жителями, то здесь, естественно, рынок появляется, и уже нам тоже интересно ходить к управляющим домами и договариваться, и участвовать в тендерах, и выигрывать, соответственно, ремонт, который они будут производить. А уже есть такие процессы? Вы в регионах работаете, уже приходят или нет? То есть, видно вот эту самостоятельность, бизнес-жилка людей, которые открыли лицевые счета для домов? Это Москва ведь 1 июля 2015, а уже 78 регионов раньше. Я надеюсь, что эта жилка уже вот-вот начнется, потому что, тем не менее, деньги начинают в этом секторе совершенно крутиться другие, и интерес будет просыпаться, ну, по крайней мере, у бизнеса и у активных жителей, которые живут в домах. Ну, я вот хотела со своей стороны сказать, что регионы, конечно, сейчас очень сильно экономят и настолько жесткие условия ставят на этих тендерах, что я знаю просто целый ряд регионов, где реально не могут найти подрядчика. Хотя то же самое у нас происходит сейчас и в строительстве по программам государственным, и, конечно, те, кто такие расценки устанавливает, говорят о том, что у нас кризис, а мы вам даем системный рынок. Ну, в общем, это, как всегда, пытаются найти общие точки соприкосновения. Как у вас собираемость, Андрей? Собираемость очень низкая по стране сейчас в районе 60-70%. Очень многие регионы вообще бастуют такой регион, допустим, как Калининград. Не хотят платить. Они еще не начали, Андрей, что значит не хотят? О чем вы говорите? Потому что документы лежат в конституционном суде, они рассматривают очень жестко эту тему, понимая, что государство, как бывший собственник многоквартирных домов, согласно 16 статье закона о приватизации, были обязаны привезти в соответствующем имущество и передать в надлежащем виде новым собственникам. Сначала сделаете капремонт всей страны. Сначала приватизируете всю страну, а потом мы на вас все свалили. Слушайте, это разговоры в пользу бедных. В городе Омске объем решений судов, которые предписывают муниципалитету отремонтировать дома, составляет три бюджета города Омска. Сколько бы суды не принимали подобные решения, денег этих нет. У нас нет другого выхода, кроме как выстраивать эту систему. А собираемость, она вполне нормальная там, где начали давно, в Белгороде, в Татарстане, в Башкортостане. У нас есть выход, давайте научим жителей экономить и грамотно смотреть, куда тратятся их деньги на управление. И для этого, в принципе, государство сейчас все делает. Профильные депутаты и министерства работают над этим вопросом, в том числе и лицензирование, которое было введено. Оно как раз двигает это болото, застоявшееся уже 15 лет. И если мы сами начнем смотреть, куда же тратят наши деньги, не воруют ли их вообще, и куда они ушли, то тогда и деньги появятся. И не надо будет собирать три бюджета Омска, они вот на дороге валяются. Все, спасибо, с нами на связи из студии отеля Арарат Пархай, это был Сергей Малафейкин. Давайте еще раз подведем итог. Все-таки, я так и не понял, почему Москва в 7 раз больше, чем Питер платит. Я примерно прикинул, вы считали, давали в свое время с бюджета, примерно этот уровень надо оставить, значит, это 15 рублей. И все. Но здесь народ-то защищен по-хорошему. Какой народ? Ведь законодатель, собственники, малоимущие собственники, москвичи по всей России, они защищены выплатой субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, куда и попал капитальный ремонт жилого фонда. То есть, если оплата за жилищно-коммунальные услуги плюс капитальный ремонт будет в Москве выше, чем 10% от совокупного дохода семьи по норме проживания, то бюджет города Москвы этой семье доплатит. Секунду, опять же, разговор о пользу нищих идет, или мы создаем рыночный механизм? А это и есть рыночный механизм. Да какой это рыночный механизм? Ну, потому что в России, извините меня, собственникам доплачивают за оплату жилищно-коммунальные услуги. Покажите мне еще хотя бы одну страну мира, кроме Зимбабве, как говорят иногда мои друзья с юмором, где вообще собственнику доплачивают за содержание его собственности. Нет таких стран больше. Светлана, давайте, времени мало. Итак, собрание продолжается. До 1 июня все должны принять решение. У людей каша в голове. Честно. Давайте ваши рекомендации, как человек, который тоже прекрасно понимает тему. Ну, если вы хотите, готовы самостоятельно заниматься проблемами капремонта и тратить на это много времени, выбирайте спецсчет, обращайтесь в ЖКХ контроль, мы вам поможем, в том числе, там, так сказать, посчитать капремонт и так далее. Если вы не готовы этим заниматься, доверьтесь региональному оператору, по крайней мере, у вас будет гарантированная сохранность денег. Для того, чтобы стать все-таки полноценным собственником своего многоквартирного дома, а надо помнить, что в Москве нет ни одного дома, который находится в собственности государства. Это все частные дома уже, да, с 1991 года. Конечно, надо все-таки собственнику начать понимать, что хозяйство в доме – это его хозяйство. Хотя законодательство сегодня не дает ему права в полном объеме понимать, что это его хозяйство, так как общий имущественный многоквартирного дома не имеет государственной регистрации. Спасибо, Андрей. Он не собственник. Да, за рекомендацию. Мне кажется, все-таки теория с практикой – это вот две разные вещи. Почему? Мы же тоже практики. Понятно. Достяк Светлана Разворотнева, Андрей Широков. Нет, я имею в виду то, что происходит. Спасибо. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»!